Здарова всем! Не так давно ко мне обратилась соседка с просьбой посмотреть или починить вилку. Все дело в том, что эти вилки от самовара стали у нее очень часто перегорать. И вызывая электриков и отдавая им энную сумму денежек, она не добивалась хорошего результата. Неделя и вилочка снова подлежала замене. Я, немножко поломавшись, согласился и посмотрел, что же там происходит. И обнаружил следующее. Конечно же, я взял эту вилочку и разобрал отверточкой, снял шурупчик. Такие вилки, в принципе, хорошие. Эту вилку продал электрик, не знаю за какие деньги. И, в принципе, тут все хорошо, все зажато, все аккуратненько, но вилка начала подгорать. Давайте посмотрим, что происходит с этой вилкой, когда она начинает подгорать. Да, эта вилка постепенно стала выходить из строя и эксплуатировать такую вещь, честно говоря, уже совсем небезопасно. Это может привести к пожару, а хотя это, это сделал самый настоящий профессиональный электрик. Все здесь аккуратненько все дело скрутил и изолировал, но вилка все равно горела. И эта музыка продолжалась бы вечно, если бы я взял и не посмотрел внимательно на вот эти вот штыри, которые как раз и стали свидетелем того, что оказывается, оказывается, эта вилка, хотя и собранная качественно, подвергается перегрузкам по температуре. Почему? Сейчас объясню и покажу и расскажу. А для начала, а точнее просто так, сразу сходу скажу, что дело было все не в самой вилке, а в той самой розетке, в которую самовар включался. Нет, не в этой розетке, а в той, которая у соседки. Итак, если розетка разболталась, то вот эти вот контакты, которые должны обеспечивать хороший и надежный контакт для двухкиловаттного кипятильника, это особо важно, не должны легко ходить в розетке и должны очень плотно зажиматься клеммами, либо же прижимными пружинами, либо же контактами специальными. Ни в коем случае в розетке не должно происходить искрение и так называемая дуга. А здесь хорошо видно последствия воздействия высокой температуры на вот эти вот контакты. Они буквально обгорали. И хотя вилка качественная, да, хорошее, горение в розетке продолжалось. А так как дуговой разряд имеет очень высокую температуру, он разогревал этот штырь, а тот в свою очередь плавил пластмассу, и в результате эта вилка могла привести к пожару. Сообразив это, почесав репу, взяв отвертку, я пошел и просто-напросто разобрал примерно вот такую розетку, правда еврейского плана, ну точнее почти евророзетку, безопасную, с заглушками и хорошую. Оказалось, что в ней просто выпала пружинка. Там, как отскочил какой-то болтик, выпала пружинка, и контакт именно с вот этой вот частью вилки был недостаточный. Возникала как раз та самая паразитная дуга, которая и оплавила вот это вот устройство. Поставив пружинку на место и найдя нужный болтик, я восстановил розетку, конечно же поменял вилку, и теперь по прошествии месяца мне говорят только спасибо. А вот электрики, скорее всего, на меня обижаются, ведь я их лишил такого хорошего заработка. Меняй себе вилки, да денежку бери. А на этом все, пока. Извините, что я выдал такую страшную тайну и великий секрет.